Бабита Шавдасани – женщина, которая разрушила патриархат семьи Капур. За свою пятилетнюю карьеру она снялась примерно в 19 фильмах, большинство из которых стали хитами. Бабита не была похожа ни на одну из актрис своего времени. Она заняла в киноиндустрии собственную нишу. Очки Гоу-Гоу, расклешенные рукава, джемперы, принты в горошек, ленты, банты, постельный цвет губ – её образом подражали многие молодые девушки. «Я была душистой розой, которой платили несколько сотен тысяч рупий», – откровенно говорила Бабита. Когда её брак с Рандхиром Капуром не прошёл испытание временем, она смело ушла от него с двумя дочерьми. Развод Бабита не рассматривала и, несмотря на то, что перестала жить с мужем, никогда не переставала с ним общаться. Эта женщина разрушила патриархат семьи Капур и воодушевила своих дочерей на смелость и достижение мечты. Суперзвёзды Кариш Макапур и Карина Капургхан не добились бы той славы без своей супермамы, которая буквально шла по головам, чтобы устроить карьеру дочерей в Болливуде. Бабита родилась 20 апреля 1947 года в Бомбее в семье актёра Харри Шевдасани и его супруги – британки Барбары Шевдасани. Её отец принадлежал к семье Синтхи, которая эмигрировала из Пакистана после раздела. Актриса Сатхана была её двоюродной сестрой. Первым фильмом Бабиты стал суперхит «Миллион рупий» 1966 года с Санджаем Кханом в главной роли. В нём также участвовала маленькая Ниту Синх, её будущая невестка. Мало кто знает, что первым подписанным Бабитой фильмом был «Тайна» 1967 года с Раджешем Кханной. Переломным моментом в её карьере стал триллер «Долг» 1967 года с Джи Тендрой. Этакий Джеймс Бонд по-индийски. Стиль танца Джи Тендрой и Бабиты положил начало современной аэробике. Стройная фигура актрисы и её пудрово-розовый цвет губ приводили зрителей в восторг. Позже она снялась ещё в нескольких проектах с Джи Тендрой. Дети, драгоценная жемчужина, родная кровь и двое безумно влюблённых. «Река времени» 1971 года стала вехой в карьере Бабиты. В этом фильме она сыграла в паре со своим будущим мужем Рандхиром Капуром, свёкром Раджем Капуром и Притхвираджем Капуром. Драма о разрыве между поколениями ознаменовала дебют Рандхира в качестве актёра и режиссёра. Здесь ему помогал младший брат Риши Капур. Застенчивая Бабита и игривый Рандхир. Их химия передалась на экране, поскольку в жизни у пары случился настоящий роман. На самом деле Рандхир полюбил Бабиту ещё в колледже, они учились вместе. И подписал её фильм, чтобы познакомить семью со своей возлюбленной. Рандхир и Бабита поженились 6 ноября 1971 года, после выхода «Реки времени». После свадьбы они вместе снялись в проекте «Кэшанкара. Победа» 1972 года. Между прочим, Бабите предложили фильм «Жест» Ромеша Сиппи, но её отец отверг предложение, посчитав, что он противоречит её образу гламурной девушки. Бабита ушла из кино в 1973 году. Её последний фильм, как и первый, был с Анджаем Кханом «Золотые руки» 1974 года. Оглядываясь на прошлое, актриса не жалеет, что оставила индустрию. Их первая дочь, Каришма, родилась в 1974 году. К сожалению, карьера Рандхира начала стремительно угасать 80-х. Плюс сильная алкогольная зависимость разбила их отношения. После рождения второй дочери Карины в 1981 году дела пошли ещё хуже. В 1988 году Рандхир переехал из их квартиры на берегу моря к своим родителям. Бабита в одиночку воспитывала своих девочек и поощряла все их стремления. Девочкам в семье Капур было запрещено связывать свою жизнь с кинематографом, но Бабита нарушила это правило. Из-за упорства матери Каришме досталась роль в фильме «Заложники любви» 1991 года, а остальное уже история. «Кем бы я ни была сегодня, это только заслуга мамы». Она сказала мне и Карине, что, возможно, нам будет легко получить первую роль из-за знаменитой фамилии, но в день выхода нашего фильма мы перестаём быть звёздными детьми. «Мы то, что создаёт касса», – однажды сказала Каришма, признавая заслуги своей матери. Говорят, что Бабита сыграла важную роль в том, что Карина ушла из блокбастера «Скажи, что любишь», и вместо этого дебютировала с Абхише Камбачаном в «Отвергнутых» в том же году. Влияние Бабиты на карьеру дочерей и её личный выбор были огромными. «Моя мать подобна Богу. Она буквально тот человек, которому я молюсь. Она солнечный свет и кислород в моей жизни. Она настоящая состоятельная женщина», – однажды заявила Карина. «Рандхир тоже тесно связан с Бабитой. И хотя они продолжают жить отдельно, между ними нет вражды. Они остаются в законном браке и часто гуляют вместе». В одном из интервью Рандхир признался, что всё ещё любит свою жену. На сегодня всё. С вами была Мила. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok